В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает действовать масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва были закуплены медицинские маски, а их распространением занимаются активисты Молодой Гвардии. Уже на протяжении недели активисты Молодой Гвардии «Единой России» помогают упаковывать комплекты медицинских масок от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. Для того, чтобы передавать жителям нашего муниципалитета, чтобы они могли защитить себя и своих близких и предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В набор входят две маски и информация от губернатора. Уже было реализовано около трёх тысяч таких комплектов. Для нас это очень важная и ответственная работа. Главная наша задача – это сохранить здоровье наших жителей. Ребят в их деле поддерживают старшие товарищи – депутаты Ленинского городского округа. Если есть необходимость покупать продукты или как-то работают в сфере, где непрерывное производство, максимально себя защищать средствами защиты масками, перчатками, обрабатывать руки, мыть руки. То есть это очень важно. Раздача масок населению происходит на территории всего муниципалитета в местах скопления людей. В частности, у крупных продуктовых магазинов, куда сейчас можно заходить только в средства защиты. Жители с благодарностью принимают такую помощь. К сожалению, не все люди осознанно подходят к этому вопросу. И вот, ну вот, у нас, например, есть, но нам, в принципе, не помешает ещё. Конечно, маски нужно носить обязательно. И спасибо за помощь. Их надо часто менять. И я думаю, одна, там, две маски, они могут очень помочь. Спасибо. У меня пенсия маленькая, 9600 всего лишь. Поэтому для меня спасибо вам огромное, ребят. Важно. Правда. Раздача масок продолжится на срок действия масочного режима на территории области. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.